Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Банковский. Наша сегодняшняя тема это снятие наличных с кредитной карты 120 дней без процента Хомкредитбанка. Условия и комиссия. Данная карта от Хомкредитбанка 120 дней без процентов агитирует себя тем, что у нее есть 120 дней без процентного периода, 0 рублей за снятие наличных и 0 рублей обслуживания. Как же это все происходит? Давайте перейдем в описание тарифа и посмотрим. Вот смотрите, первым, что у нас здесь предоставляется, это сразу написано, что комиссия за снятие наличных. То есть, да, у вас не будет процентов в льготный период, но у вас будет комиссия за снятие денег. А если вы оформили карту и сразу же решили снять с нее денежные средства, то в первые два месяца с даты заключения договора вы можете снимать деньги без комиссии. Далее у вас будет вписываться комиссия в размере 5%, минимально 500 рублей. Вот смотрите, допустим, кредитный ремит по данной карте до 700 тысяч рублей. Даже если у вас будет там 500 тысяч рублей кредитный ремит, вы решите снять эти деньги, и вам придется заплатить комиссию 5%. А 5% с 500 тысяч рублей, это на минуточку 25 тысяч рублей. То есть 25 тысяч рублей у вас идет только комиссия за снятие денег с вашей карты. И далее у вас будет 120 дней, которые здесь предоставлены, почти 4 месяца, для того, чтобы эту всю сумму обратно вернуть. Возвращать нужно будет не единоразовым платежом, а делать минимальные платежи, и, соответственно, в последний день, в последний месяц, как у вас есть, получается, льготный период, вам нужно будет довнести всю сумму по вашей кредитной карте. Если вы не вносите всю сумму в 120 дней, то тогда, так как вы деньги снимали, у вас процентная ставка станет 49,9%. Это почти 50%. То есть если вы сняли там, ну, допустим, там 500 тысяч, да, 400 положили, 100 у вас осталось. То есть от 100 тысяч рублей у вас будет годовая процентная ставка 50%. То есть за год вы переплатите со 100 тысяч 50 тысяч. Это если вы будете платить, соответственно, минимальный платеж, там, да, каждый месяц. То тогда у вас будет вот такая большая переплата. Минимальный платеж – это 3% от судной задолженности. Если вы, допустим, сняли 100 тысяч рублей, то каждый месяц в течение трех месяцев вы должны платить обязательно 3% от задолженности. Либо же погашаете больше, да, но это минимальный платеж, который нужно будет вносить, потому что нет такой возможности вам снять деньги и все 120 дней ничего не пополнять, потом просто в один день, там, на 119 день, к примеру, там, да, всю сумму положить. А нет, вы должны все равно вносить минимальные платежи. Также не забывайте, если у вас подключено СМС-информирование, то нужно будет прибавить еще 99 рублей каждому месяцу за данную услугу. И также, если вы там подключали программу страхования, то 200 рублей нужно будет, программу пользы, точнее, то нужно будет вам 200 рублей в месяц еще дополнительно к данной сумме вносить. И что касаемо комиссии за перевод по номеру карты, то есть перевод и снятие, по факту, то же самое. У вас также есть 5% и минимум 500 рублей. То есть хоть вы переведете деньги с карты на карту и потом снимете их, хоть вы сразу их снимете, вы все равно заплатите комиссию в 5%. Это если вы уже будете делать с третьего месяца, как вы карту оформили. Таким образом, льготный период, да, действительно, он присутствует. Без процентов, да, действительно, без процентов в течение всего льготного периода. Но за снятие комиссия присутствует. То есть вам в любом случае нужно будет заплатить комиссию за то, чтобы деньги с карты сняли. Поэтому, если небольшую сумму, то, в принципе, как бы не так уж и дорого выходит. Если большую сумму, то достаточно весомо получается у вас. Проценты получаются, да, от суммы, которую вы будете снимать. А под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные дебетовые карты. Вы можете ознакомиться. А это видео было снято специально для канала Банковский. Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх. Обязательно подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч. Пока-пока.